Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр и вы на моем канале Жизнь без дублей. В сегодняшнем выпуске хочу с вами поговорить о результатах. О результатах моей покупки в питомнике Greenwood. Не так давно, наверное около месяца назад, я вам показывала распаковку, ссылка на это видео будет вот тут, в которой я получила большую достаточно посылку, там было 12 килограмм растений, но много было растений из интернет-магазина. Для меня это был первый опыт приобретения, как я тогда в принципе сапе рассказала, растений в интернет-магазине. Мы с мужем ездим к каким-то питомникам, питомники, которые находятся у нас тут рядом, но потом вы знаете, что я начинающий садовод и в общем-то по сути второй год этим занимаюсь, в прошлом году был вообще не до этого. И я в феврале месяце, что-то как бы поддавшись флеру будущего сезона, купила растения в интернет-магазине. Причем как блогеру мне прислали эти растения, так скажем, бесплатно на интеграцию и на тот момент в феврале ко мне обратилось пять питомников, об этом я тоже рассказывала в том видео с распаковкой. И мы с мужем выбирали, каким из этих питомников подтвердить сотрудничество, потому что для меня важен результат. Во-первых, я и сама хотела, естественно, получить качественный посадочный материал. Ну и я понимала, что я буду об этом рассказывать, поэтому для меня важно было сотрудничать с надежным питомником. Ну каким образом я могу удаленно, не имея опыта, оценить качество питомника? Мы посмотрели сайт этих питомников, почитали отзывы на этих сайтах, посмотрели в инстаграме отзывы других блогеров и распаковки, как это вообще все происходит. Потому что на тот момент я ни разу не заказывала растения в интернете и вообще не знала даже в каком виде они присылаются. Вот мы все это изучили и сделали ответное предложение вот этому питомнику, что да, мы согласны с вами сотрудничать. В результате я собрала посылку, в смысле выбрала на сайте растения, которые я хотела бы у нас видеть в саду, заказала их и, соответственно, вот в апреле месяце их получила. Потом вам их показала, реально что как пришло, все было достаточно хорошего качества. И тут вы начали писать свои комментарии. И комментарии, конечно, меня, я честно скажу, прямо испугали, потому что многие из вас стали писать, что имели негативный опыт с этим питомником, что растения приходили сухие, что это вообще мошенники. Ну, в общем, такие были очень неоднозначные комментарии, хотя, честно, обычно у нас не бывает таких комментариев, я вам периодически что-нибудь рекомендую. И наоборот, вы пишите, да, спасибо, там, заказал, да, спасибо, мне понравилось, там, ну, в общем, я очень встревожилась. Сегодня хочу показать результаты. Вот мы посадили все эти растения и как они прижились. Ну и в конце сделаем какой-то вывод из всего этого, мой собственный. Потому что, ну, я могу только делиться своим опытом. Вот я им делюсь, а дальше уже вы принимаете какие-то свои собственные решения. Ну, начнем с роз. У нас пришло семь роз. Ну, вот прям будем подходить. Мы их посадили одновременно. Вот это одна из этих роз. Видите, она в хорошем состоянии, зелененькая такая. И вот я уже вижу, здесь даже бутон появляется на конце ветки. Он совсем маленький, но он уже появляется. Вот параллельно у нас растет роза из другого питомника, который мы посадили буквально неделю назад. Она уже к нам приехала в горшке. Вот эти были с открытой корневой системой розы из Гринвуда. Они тогда выглядели просто ветки с почками. Ну, вот одна из них прижилась. Тут же мы с вами видим тую. Причем я достаточно долго не могла ее высадить. Но, тем не менее, она в горшке хорошо сохранилась и отлично себя чувствует. Дальше давайте пройдем вот сюда. Значит, из семи роз мы пока увидели с вами одну. Вот здесь у меня находится из этого же питомника тоже вторая туя. Ну, тоже она, я считаю, в нормальном совершенно состоянии. Она приживается. И два можжевельника. Вот один и вот второй. Мы видим у него свежие ветки зеленые. То есть он уже растет. Получается, что я его посадила уже около месяца назад. И, в принципе, он растет и приживается. У меня был еще один вот такой же можжевельник. Я его подарила соседке тут у нас. И тоже он у нее совершенно нормально растет. Ну, давайте пройдем дальше. Сейчас я возьму ножик. Потому что мы еще посадили две сливы колоновидные. И вот у меня они вызывают тревог. Пока мы с вами идем по нашему маленькому саду. И у меня сегодня есть возможность разговаривать с вами стоя у растений. Потому что Валера согласилась у меня снимать. Хочу вам показать нашу походу. Нашу шелковицу пендула. Посмотрите, она очень хорошо тоже приживается. Вот у нее уже на нижних веточках пошли именно веточки. Пендула это плакучая форма. Растение на штамбе делается. И плакучая форма называется пендула. Пендула может быть и акация, и лиственница, и ива. И вот в данном случае, как у нас, этот тутовник шелковица пендула. Поэтому будем за ней наблюдать. Вроде она даже у нас зацветать собирается. Так, идем к сливам. Ну, те, кто постоянно на канале, знают, что я здесь вот делаю огород. И в ближайшие дни буквально мы уже сделаем здесь грядки. Вон, видите, мы уже начали делать грядку с клубней. Валера сделал для нее окантовку. И она у нас покрашена пропиткой для дерева. Краской ее покрасим. Вот здесь у нас находятся две колоновидные сливы, которые мы посадили из этого питомника. И вот давайте сделаем надрез. Вы видите, до сих пор у них нет ни одной почки. Вообще ни одной. Концы, я бы сказала, выглядят вообще как сухие. Ну, и для того, чтобы проверить вообще, насколько живое дерево. Вот так делают небольшой надрез на коре. И мы, в принципе, видим, что она там не зеленая, а коричневая. Давайте возьмем пониже. Вот. И тоже она здесь не зеленая, а коричневая. Ну, в общем, из этого можно сделать вывод, что, в общем-то, этот кожениц, он сухой. И, ну, на мой взгляд, толка с него не будет. То есть вот это, я считаю, наш печальный опыт с этим питомником. То есть два дерева оказались нежизнеспособные саженцы. Они вообще не прижились. Вот так бы я сказала. При этом пришла оттуда же колоновидная яблоня. Сорт это Алые Пруса. И она у нас хорошо себя чувствует. Видите, цветет. И с ней все в порядке, в общем-то, приживательно. Да, кстати, по ходу уже хочу показать. У нас здесь вторая колоновидная яблоня, в защиту которых многие из вас ринулись. Потому что были у нас мысли, она подмерзла зимой. И были мысли с ней попрощаться. Но, видите, она дала новые ветки внизу и даже зацвела. Вот. И вот видно, здесь вот у нее почка оживает. И я надеюсь, что она еще выстрелит где-то ветками. Ну, а, наверное, вот эту ветку, вот она вообще почернела тоже. Наверное, ее надо вообще вырезать, я так думаю. В общем, спасаем мы эту колоновидную яблоню. И, по ходу, опять же, раз уж мы тут стоим. Да, давайте полюбуемся нашей шикарной красавице сиренью. И вот у нас доцвели здесь ирисы. Здесь эту грядку, этот цветник даже, я буду тоже переделывать. То есть у нас здесь должен стоять ряд строй колоновидных деревьев. Вот. И под вот эту сиренью мы подглядели тут недавно такую идею, чтобы на следующий год высадить вот такого же фиолетового цвета, ну, сиреневого тюльпаны в сочетании с белым. И я заказала три сорта тюльпанов вот этого цвета, чуть разных оттенков. Махровые, пионовидные и лилейные, и белые тюльпаны. И хочу вот здесь большой группой внизу вот на следующий год сделать такую композицию. Ну, это так, по ходу, из идей. Да, ну и опять же мы с вами идем. Вот смотрите, как поживает наша прививочка. Не наша, а именно агронома. Ну, она агронома, но она же у нас. Наша, вот она. Наша пока никак не поживает, но мы в нее верим. Вы знаете, самое интересное, я вот не буду ее резать, но даже когда ее трогаешь, вот чувствуется, что кора у нее, на удивление, ну вот не сухая еще. Она чуть-то выживает. Поэтому я в нее еще все-таки продолжаю верить. Хотя она принципиально не может, конечно, никак. А это вот, смотрите, какие уже листики у нее. Так что вот у нас теперь на этой груши привит второй сорт. Ну, что значит мастер. Да, и вторая груша наша, которая маленькая была. Помните, она такая вся кривенькая, косенькая. И у нее такое вот здесь странное вот это местечко, что сформировалось. Ну, такое ненормальное. Я хотела ее вообще вырезать и удалить. И агроном мне говорит, нет уж, ладно, оставьте, пусть бедняжка растет. Она, видно, испугалась. И посмотрите, за май месяц, какого у нее размера, наверное, сантиметров 18. Прирост ветки. В общем, в этом году эта груша, несмотря на то, что ее поразил галовый клещ. Мы, кстати, обработали ее карбофосом. И действительно, на новых листях у нас уже нет галового клеща. Вот можно здесь даже сравнить. Вот видите, это остатки деятельности на этом листе. И вот новые листики уже растут чистые. То есть на них вот нету. В общем, вот такая вот у нас история. Ну, пойдемте дальше изучать, что же с розами из питомника Гринвуд. Значит, как я уже сказала, у нас семь роз. Вот вторая роза. Это сорт Бенвеню. Если я правильно читаю, да, Бенвеню. Вот, и Бенвеню, смотрите, ну, я считаю, что тоже в очень-очень хорошем состоянии. Она вот прям растет. Я как раз планирую сегодня обработки роз от болезней. Октарой буду их под корень проливать. И деревья мы будем опрыскивать октарой. Вот. А вообще я раз в неделю по понедельникам буду проводить, ну вот уже один раз делала, буду проводить каждый понедельник обработку роз чисто цветом опрыскивать для профилактики болезней. Просто я сейчас очень много информации по розам и читаю, и смотрю, и изучаю. Вот. И как бы источник, которому я доверяю, профессор хозяйственных наук на одном канале. Очень хорошая есть лекция по розам. Ссылочку на это видео здесь приведу. Вот посмотрите его. Мне кажется, это прямо кладезь. Я для себя выписала все рецептуры и буду действовать по этому плану. Поэтому будем наблюдать вместе. Надеюсь, что мы вместе вырастем здоровые розы. То есть, понимаете, если листу розы заболел, то есть болезнь случилась, там какой-нибудь вредитель напал. Я такая с ножом стою. Как будто надо его убрать. Вот. То есть, если вредитель уже напал или если пятнистость какая-то напала уже, то испорченные листья их вылечить нельзя. Они не восстановятся. Поэтому нужно предупреждать эти болезни у роз и, конечно, делать правильные подкормки. Сейчас у меня розы вступают в стадию бутонизации. У меня появляются бутоны на розах. Вот. Поэтому мы будем их с вами в ближайшие дни, здесь вот еще не видно, кормить. Вот на плетистой розе у нас уже есть явные бутоны. А здесь они еще такие мелкие, что я их вижу на камеру и их еще не видно. Вот. Так, дальше пойдем. Значит, вот ту розу мы уже показывали? Нет. Вот еще одна роза из этого питомника. Это плетистая роза будет. И вот тоже посмотрите, в каком хорошем она состоянии. Ну, я считаю, здоровая, хороший у нее прирост. Опять же, если ее сравнить вот со второй плетистой розой, которая к нам пришла из другого питомника в горшке, который мы недавно посадили, то я бы сказала, что они равномерно развиваются. Вот. Поэтому с этой точки зрения тоже все у нас, в общем-то, хорошо. Вот газонную траву я взяла килограмм, она у меня не всходит от слова совсем. Так, это вот еще одна роза. Ну, вот это Скарлетт Меландекор. Вот. Ну, она в плохом состоянии. У нее все почки какие были, все засохли. Но при этом сам стволик еще зеленый. Вот. Вот это я уже один раз общипывала. Ну, секатором надо мне еще обрезать короче. Ну, в общем, будем ждать. Я ее сейчас проливаю цирконом. Не знаю, но пока выглядит она скорее не живой, чем живой. И две розы мы посадили у нас за пределами участка. Хотим постепенно здесь создать тоже какие-то композиции. А, да, вот походу Валер как раз показывает калину. Калину мы взяли сорт рябинушка. Когда мы ее купили, на ней были здесь вот зеленые почки. И, ну, в общем, распускалась она. Но после посадки, хотя мы там все соблюдали, вот, она мало того, что все засохло, у нее начали сохнуть эти ветки. И, в общем, я тоже считаю, что давайте мы ее тоже, кстати, посмотрим, что у нас здесь с корой. Ну, вот здесь, кстати, кора зелененькая, видите? Поэтому здесь еще есть шанс. Вот видите, отличается прямо от той коры у сливы. Ну, вот здесь я считаю, что еще есть шанс, что она, может быть, корни приживутся, и она даст какую-то почку. Но пока, во всяком случае, выглядит она скорее мертвой, чем другой. Вот, еще одна роза. Это, по-моему, тоже бинвеню. Тоже в прекрасном состоянии. Вот смотрите, это у нее вот уже прям ярко выраженный такой, видите, бутончик. Хотя вместе с теми, со всеми она посажена. Ну, вот у нее у первой уже прям бутон есть. Мы даже удивились. Вот. И какая-то уже у нас шестая, по-моему, роза. Тоже она, нет ни одного листа, нет ни одной тронувшейся в рост почки. Но при этом она, видите, все равно зеленая. То есть вот это надо тоже обрезать у нее. Но здесь она зеленая, стволик зеленый. Поэтому тоже будем ждать. Ну, что могу вам сказать. По результатам нашей с вами инспекции, мы видим, что приживаемость растений из данного питомника, вот у меня лично, была 50%. Ну, примерно, да. Еще одну розу я вам не показала. Ну, потому что она у нас вообще вся почернела. Мы ее просто вообще выбросили. Вот. Почернела она уже после посадки. То есть сначала на ней тоже были почки. Потом в результате она почернела. И мы ее просто выбросили. Ну, во-первых, мои размышления, почему так произошло. Я так думаю, что, наверное, эти растения на стадии транспортировки чем-то обрабатываются. Какими-то, ну, типа допингами, стимуляторами, чтобы они вот какое-то время держались. Поэтому пока они проходят этап пересылки, потом они приходят, потом какие-то определенные, да, погодные условия, куда они там попадают, как мы их сажаем. В общем, все это вместе, вкупе, ну, вот в данной ситуации дало такую приживаемость. Я могу для себя сделать только вот один вывод, что лично я в этот питомник больше бы не обратилась. Ну, потому что, на мой взгляд, приживаемость 50% это ненормально. То есть когда у тебя есть семироз, по какой-то причине не прижилась одна, ну, это можно понять, там, разные какие-то факторы, да. Ну, когда у тебя не приживается 50%, а газонная трава вообще не всходит. То есть у меня 10 пакетиков по, даже больше я взяла, по 250 грамм 10 пакетиков у меня. Вот я ее сею, она не всходит. Кабачки посеяла, они не всходят. Но при этом я посеяла ранункулюсы, и у меня ранункулюсы взошли из семян. Ну, вот этот, ну, это тоже как бы показатель, да. Вот, но нам, садоводам, мало того, что денег жалко, да. Конечно, нам очень жалко свое время. А самое главное, это рухнувшие надежды. Согласитесь, что каждый из нас, когда мы заказываем эту розу в интернете, мы уже видим ее в самом саду. Мы уже представляем, какой от нее аромат. Мы представляем, какие там, как она займет это свое место в композиции. И когда ты выращиваешь, а у тебя получается облом, то облом получается у тебя не просто потерянные деньги, а, как я сказала, рухнувшие надежды. Поэтому, несмотря на то, что в том видео я вам рассказывала, что это хороший питомник, но еще раз повторюсь, я показывала, что мне пришло. Вот сейчас по итогам, согласитесь, на тот момент это было непонятно, по итогам я говорю, что я не стала бы заказывать ничего больше в этом питомнике. А дальше решать и судить, конечно, вам. И самое главное, для чего я снимаю это видео, у нас с вами на канале рождаются, на мой взгляд, родились уже, достаточно доверительные отношения. Я с удовольствием и с благодарностью слушаю ваши комментарии, следую многим вашим советам, с чем-то соглашаюсь, обсуждаю с мужем, с чем-то спорю, на что-то говорю наоборот, что нет, я не согласна, у меня другой опыт. Но мы с вами взаимодействуем, да, и мы с вами вместе строим свой сад, мы наш сад, и наш сад для многих уже стал вашим. Вот, поэтому, конечно, мне важно, и мне не хотелось бы вводить вас там в какое-то заблуждение, и, ну, не хотелось бы, чтобы был у вас какой-то осадок от того, что вот я сказала, показала, вы это сделали, а это оказалось плохим. Поэтому вот как есть, так я вам и рассказываю. И для меня очень ценны наши отношения, вот, поэтому большое спасибо, что вы были со мной в этом видео. Подписывайтесь на канал, если вы только присоединились, и вам интересна тема сада и огорода, стройки, вообще жизни и вообще образы жизни, в котором мы находимся и про которые рассказываем вам. Вот, ну, конечно, буду, как всегда, благодарна за ваши комментарии, может быть, за ваш опыт, потому что комментарии к моим видео, я считаю, что это вообще отдельная, отдельная история. Это отдельная такая большая книга советов, в которой все мои зрители и я черпают и новые идеи, и вдохновение, и делятся своим опытом. Вот, поэтому мне очень важно и ценно, что мы вместе. С вами была Таша Муляр. Вот такой вот сегодня небольшой, но, я думаю, что полезный, надеюсь, полезный выпуск. Вот, ну, до завтра, мои дорогие. Здесь мне сел комар. Завтра будет обычный, обычный день, обычный влог. Будем делать огород. Пока-пока. Ваш Таш Муляр. Субтитры сделал DimaTorzok